Казалось бы, что можно сделать с тем, что в традиционных медных сплавах, поскольку 27 миллионов тонн меди сплава приходится ежегодно, это практически во всем. Это технически деформированные проводниковые сплавы, это такая группа, которая тоже уже сотни лет как установлена. И казалось бы, здесь вообще делать нечего, невозможно найти что-либо нового. Тем не менее, хотелось бы, можно ли сделать новую группу медных сплавов, которые бы имели свойство по прочности и проводимости существенно принципиальным образом, отличаясь от того, что было создано за все эти десятки и сотни лет конструирования сплавов. Для чего это нужно было? Для того, чтобы получать для тех применений, которые развиваются очень быстрыми темпами. Это для того, чтобы не создаешь новый продукт, пока ты не создаешь новый материал. Я имею ввиду принципиально новый продукт, это все понимают. И первое, с чем мы столкнулись, это то, что даже в таких как импульсных магнитных системах не хватало сочетания прочности и проводимости, которые существуют в классических металлах, в классических сплавах. То же самое, авиация, космос, робототехника и так далее. То есть хочется получить, создать новый металл, который обладал бы новым комплексом свойств, которых им не нет в... Только единственный переход специальным образом к построенной структуре нано-композиционного материала может привести к тому, что мы можем получить на материале взрастание прочности в 2-3 раза. Этот эффект был, так и назван, аномальный эффект повышения прочности в материалах. Но ставил вопрос, можно ли на базе такого эффекта создать технически приемлемый и коммерчески выгодный продукт. Я не буду касаться того, что это совершенно новое строение металла, которое представляет из себя практически перевод больше половины атомов из объема металла на поверхность. Это означает, что это совершенно новое свойство как по прочности проводимости, так и по радиационной стойкости. Такой материал, в общем-то, обладает сверх-высокой радиационной стойкости. После этого, ну, что для этого надо? Нужны просто большие деформации. Можете вернуть назад? И получение при больших деформациях мы получаем уникальное сочетание свойств, которые 1200 мегапаскалей и 80% проводимости от проводимости чистой меди. То, что недостижимо даже никаким образом. Если мы сопоставим данные, которые были получены в продуктах, которые были разработаны на Бачуаровский институт и наноэлектро, то мы получаем, что вот если мы посмотрим на лучшие образцы высокопрочных проводов, выпускаемых передовыми фирмами, скажем, Вилан, то наши свойства выходят далеко за пределы вот тех рамок, которыми ограничиваются свойства этих лучших проводов, которые существовали до сегодняшнего времени. Это до 800 мегапаскалей и где-то порядка 50% проводимости. Что для этого нужно было сделать, чтобы сделать реально широкий спектр продуктов на основе вот этого фундаментально нового перехода от материалов, связанных с традиционными методами упрочнениями, на упрочнения, связанные с переходом к наноструктурному состоянию этого материала. Ну, в принципе, необходимо было создать комплекс оборудования. Оборудование, что практически то, что применяется на всех металлургических заводах, было только несколько модифицировано с учетом необходимости создания определенных структур. Литейное оборудование, которое позволяет лить слитки уже размером 150-200 кг каждый. Нужны гидравлические пресса, нужны оборудования для влачения и термообработки. Все это сейчас существует, установлено на площадке Башваровского института. А вот те продукты, которые были разработаны, вы видите, какой широчайший спектр размеров сверхпроводников, сверхпроводников, обычных проводящих материалов, когда мы имеем сечение, начиная от 0,007 квадратного миллиметра, это 30-микронные проволоки и заканчивая 12-миллиметровым диаметром проводами со 120 мм квадратными. Это провода, которые использовали в железной высокоскоросложенности дорожного транспорта. И причем на всем многообразии этих форм можно добиться такого же сочетания прочности и проводимости, независимо от размера этого проводника, что представляет, позволяет делать и трубы, и каналы сечениями, премоугольными трубочками диаметром 4 мм, и прутки, и такие вот магнитные экраны, которые можно сплести из проводов диаметром 30 микрон. Но дальше, помимо того, что высокая прочность и высокая проводимость, эти материалы обладают уникальной усталостной прочностью, то есть повышение примерно в 10 раз, изгибные выдерживают изгиб на 4-5 раз больше, чем медь, и поэтому материал действительно отличается от того, что есть, это создает положительный эффект, и создает тот отрицательный эффект, что таких материалов ни в одном из справочников нет, и конструкторы не знают, и как же с ним работать, и что с ними делать. То есть фактически создан материал, который... Все, что мы имеем вот между двумя прямыми, вот между двумя кривыми, это то, что существует в мире, то, к чему разработчики всех устройств актотехнических привыкли за десятки лет. И вот сейчас появился материал новый, который имеет абсолютно новый комплекс ВОЗ, и многие сейчас возникают проблемы с тем, что действительно свойство намного выше того, что есть. Единственное, что у нас... принимается это там, где нет никакой альтернативы данному складу. Вот мы можем сейчас это разработать, уже испытали, поставили сейчас первые провода для высокоскоростного транспорта, который позволяет двигаться со скоростью больше 400 км в час. Это вот, видите, это розовое пятно. Это то, что мы можем разрабатывать, те контактные провода. А вот эти синие точки, это провода, которые выпускаются лучшими европейскими, японскими и сейчас китайскими компаниями. Дальше хотел сказать, что если мы посмотрим на то применение, где этот провод не имеет никаких альтернатив, это создание импульсных магнитных систем. Можно на два слайда назад вернуть? Вот это вот. Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас любые магнитные системы в мире, в любых этих национальных центрах магнитных полей, это в Соединенных Штатах, это в Германии, это Франция, это Улуза, это сейчас вот только в прошлом неделе мы заключали контракт с Китаем, используются исключительно провода наши, поскольку альтернативы их применения просто не существуют. Проблема в другом, что сейчас, создав такой материал, надо еще убедить заказчика его использовать, чтобы он, в общем-то, понял те выгоды, которые дает этот материал, поскольку справочники его нигде нет, мы имеем проблемы с сертификацией, и с тем, что даже если сейчас мы просто заменяем такие провода в авиации или в космосе, то возникают довольно серьезные проблемы, то есть если мы делали проводку, как они говорят раньше, провода из меди, они могут поменять их на провода из нашего материала и так далее, но надо уменьшать отверстия проходные во всех отсеках, надо пересчитывать корпус всего самолета, это требует очень-очень большого времени. Поэтому сейчас вот то, что мы можем делать, мы сейчас делаем для импульсных магнитных систем, сейчас делаем для железных дорог, но железных дорог, это сейчас находится на испытаниях, это провод, который существенным образом превышает все характеристики существующих контактных проводов в мире. Вот это вот такое по тому материалу, который был создан и который сейчас находится, может выпускаться, но в количестве в настоящее время порядка 50 тонн. Так, в год может производиться, причем, как вы видите, широкая номенклатура от 30 микрон и заканчивая там 10-миллиметрового диаметра проводами. Может быть, сейчас я сразу же тогда от материала перейду к тем системам, которые тоже характерны со сверхпроводниками, можно следующую презентацию поставьте, которая касается сверхпроводников. Это тоже материал, который не имеет фактически рынка, это мы сейчас создаем рынок, и начинается, это намного более сложно, чем пытаться занять, вытеснить конкурентов существующего рынка. Вот если как коснуться сверхпроводниковых материалов, то вы прекрасно знаете, что у нас в стране великолепные традиции по лидерству в области низкотемпературных сверхпроводников. Уже упоминался сегодня Чепетский механический завод, на котором выпускается до 60 тонн в месяц низкотемпературных сверхпроводников. Было некоторое вставание в 90-х годах по проводам, которые были для высокотемпературных, но в рамках комиссии предпрезидента по модернизации и технологическому развитию Российской Федерации была проведена программа по энергоэффективности, и одним из таких, в части такой программы существовал проект сверхпроводниковой индустрии. Вот это за короткий период, 5 лет, было поставлено совершенно, вот, сейчас я думаю, большой челлендж, это большой вызов ликвидировать отставание высокой температурной сверхпроводимости, и создать целую серию сверхпроводниковых устройств на энергетическое назначение на базе высокотемпературных сверхпроводников, и заложить основы отечественного производства высокотемпературных сверхпроводников. Это управление проводилось через государственную корпорацию «Росатом», создавалось, как я говорил, и собственное производство длинномерных уже километровых куска и три покрытия сверхпроводников, это ограничители короткого замыкания для энергетических систем, в первую очередь для железных дорог, это и кинетические накопители энергии, индуктивные накопители энергии, это сверхпроводниковые электродвигатели мощностью 200 кВт, сверхпроводящие трансформаторы, сверхпроводящие генераторы мощности 1 мегаватт, и эта работа должна была быть уложена в течение очень короткого времени за 5 коротких лет. При работе принимали участие больше 20 организаций, в общем, была восстановлена вот та единая инфраструктура, такая логическая, которая существовала, инновационной такой высокой технологической отрасли, это вузы, фундаментальная наука, прикладная наука, промышленное производство, и мы сумели за 5 лет объединить вот эти все отрасли и создав такую инфраструктуру, подойти к тому, что было разработано, смотрите, значит, мы установили комплексную линию с нуля в Курчатовском институте, которая будет производить высокотемпературные сверхпроводники, и основная ее задача мы разместили там, где существует прелестящая совершенно инфраструктура научная, поскольку здесь требуется и совершенственная технология, и повышение доконесущей способности. Здесь в Курчатовском институте исследовательская линия уже установлена стоит. Во ВНИНМ разработаны все технологии необходимых исходных материалов отечественных для производства высокотемпературных сверхпроводников. НИИФА, НИИТФА разработала промышленного масштаба оборудования, не только разработала, изготовила, испытала и уже получила первые образцы вот этих длинномерных. Провели технику экономического моделирования, расчеты возможностей создания производства, которое было бы экономически эффективно, с участием ГСПИ, от ВЭЛ, и представьте, что при объемах 7 тысяч километров такое производство будет рентабельным. Вот здесь показаны разработанные и изготовленные единицы оборудования. Коротко, значит, я покажу, что понятно, что такое сверхпроводниковый ограничитель тока в рактозамкании. Они стоят сейчас в энергетических сетях, но они связаны с тем, что просто обычное соляное, через него постоянно проходит ток. Он имеет, хоть он и имеет малое сопротивление, но тем не менее это и есть сопротивление. И постоянно мы теряем на нем, теряем энергию. Если мы поставим сверхпроводниковый ограничитель тока, который абсолютно прозрачен в обычных условиях, то мы получаем только, что мы в 40 раз можем экономить расходы энергии при ее, значит, тем, что мы оснащаем устройством, которое основано на сверхпроводниковой технологии. То есть разработан был также трансформатор сверхпроводниковой. Здесь также с использованием на точмарше технологии атомной отрасли были изготовлены вращающиеся маковики весом где-то у нас под 300 килограмм. Скорость вращения вот такой, это под 9 тысяч оборотов в минуту. Мы раскручивали его и до 16 тысяч оборотов в минуту. То есть уже такие кинетические накопители энергии со сверхпроводниковым подвесом стали реальностью. И они могут достигать от 5, мы оцениваем, 5-20 мегаджоуль на единичное такое оборудование. Это существует. Также сверхпроводниковые есть накопители энергии, которые позволяют мгновенно выпрасывать большие объемы энергии. Это, как и плюс, обратите внимание, что здесь это обычный соленоид, в котором нет ничего, ни движущихся частей, ни электролитов, но можно поставить большие объемы энергии просто в соленоиде. И такие устройства также были отробованы, экспериментально верифицированы. И вот 200-киловаттные двигатели, которые основное преимущество сверхпроводниковых, это уменьшенная масса в два раза, это увеличенная перегрузочная способность, там в четыре раза можно воспринимать, можно выдерживать перегрузку. И такие вот системы мы рассматриваем как системы для транспортных устройств, для железных дорог, автомобильных, для водного, морского транспорта. И очень интересная разработка, это мегаваттный генератор, который мы ориентировали на ветровую энергетику, которая сейчас, мы видели, уже сегодня упоминалось, это является одним из трендов. Мы просматривали здесь не только использование самого генератора, но как бы сам комплекс. Значит, и дальше, и дальше я хотел бы сказать вот, что сейчас мы перешли вот этой стадии, за эти короткие пять лет были созданы все основные узлы и машины нужного нам класса мощности. И сейчас переходит к следующей стадии развития сверхпроводниковой технологии, это комплексное внедрение сверхправляющих устройств во всех основных отраслях электроэнергетики. Это энергогенерирующие комплексы, это система распределения энергии, система электродвижения уже в дорожном транспорте, городском, водном, автотранспорте. Ну и сверхпроводниковая магнитная система, это немножко другая отрасль, которую пока мы еще не занимаемся. Здесь мы объединяем в этот комплекс сверхпроводниковые, разработаны уже изделия, практически пототипы, генераторы, кабели, трансформаторы, ограничители и накопители энергии, которые у нас уже разработаны. Но я сейчас не буду полностью, естественно, у нас нет времени подробно разбирать каждое из этих комплексов, но... Ну вот если мы посмотрим, то где можно внедрить сверхпроводниковые технологии в знакомой нам области для атомных литровых ГСТС, это когда мы... Генератор, сам генератор может быть делаться уже с уменьшенной в 2-3 раза массогабаритными параметрами с повышенным КПД. Затем идет сверхпроводниковый тябель с индуктивной связью, затем идет трансформатор с функцией, может быть, только ограничители или отдельный ограничитель только короткого замыкания. Затем идет индуктивный накопитель энергии и дальше передать переход на сверхпроводниковые линии. И все это в единой креосистеме, что сильно уменьшает капитальные расходы энергии. А если мы говорим о применении сверхпроводниковых, скажем, ветрогенераторов, вы посмотрите, то сейчас ветрогенераторы вышли на уровень 6 мегаватт. То есть установки 6 мегаваттного класса, это представляет собой, генератор имеет массу где-то более 200-300 тонн. И 300 тонн должно быть подняты на высоту порядка 200 метров. Поэтому, естественно, что когда мы говорим о том, что такой генератор не на 6, а на 10 мегаватт и более, может, до 20 мегаватт, если будут разработки, таким вот всем неактивным, мы можем поставить на высоту, надо будет поднимать уже не 200 тонн, а уже тонн 70-80, уменьшится капитальное вложение в строительство башни, и все это приведет к такому кумулятивному эффекту. Это не просто расчеты, это уже первые экспериментальные результаты по сверхпроводниковым системам, можно следующее число, таких уже есть. И вот сейчас масса кабины со сверхпроводниковым генератором системы управления снижается, как это уже на 40%, это с тем, что мы криогенику туда вставим, управление, и масса башни снижается на 11%, и полномасштабные прототипы для создания всей энергосистемы ветровой в случае с наличием и трансформатором сверхпроводникового кабеля, генетического накопителя энергии, сверхпроводникового генератора. И как мы видим, вот эта вся комбинация ветрокурбина и башня, это составляет порядка 70% стоимости. Таким образом, применение сверхпроводникового здесь представляется настолько очевидным и перспективным, что практически такие проекты сейчас ведутся, и ведутся они причем на уровне как национальных проектов, так уже и такие крупные фирмы, как General Electric, как Siemens, как ABB, они проводят самостоятельно разработки сверхпроводниковых магнитных систем для электрогенераторов. Все, заканчиваем. Здесь дальше вот такая же система, мы сейчас ведем переговоры с морским флотом. Это, вы видите, здесь мы также уже готовы фактически двигатели, кабели, единая креосистема, трансформатор, накопительный энергогенератор, что снижает в два раза массогабариты параметры установки такой, снижает энергопотери в кабелях, повышает переглушенную способность двигателя, повышает КПД, экономит топливо на 20%, и для ряда применений это еще и абсолютная бесшумность хода, что важно для подводного флота. Вот хотел сказать то, что сейчас предполагается. Ну и по кабелям, по кабелям это понятно, что здесь мы вообще, передача меняет радикальным образом всю систему энергоснабжения. То есть нет необходимости создавать повышающие подстанции, понижающие подстанции, потому что нет необходимости повышать, потому что мы можем передавать большие токи на генератор напряжения. И такие кабели, такие уже на 50 мегаватт, они уже созданы, они два уже созданы в России, один уже отработал два года в Германии, существуют такие уже рабочие проекты, которые годами стоят уже в Соединенных Штатах, и поэтому сейчас, в совершенно ближайшее время мы планируем такие кабельные проекты еще в Москве с московским правительством. Первый будет, по-видимому, демонстрационный участок, он будет, наверное, в Кучатовском институте, а дальше, дальше это радикальные изменения стратегии развития электроэнергетики. То есть здесь мы на передаче электроэнергии с сверхпроводниковыми кабелями, возможности это не только короткие на километр, но это нужно просить расчеты передачи на 40 километров и большие участки, возможно, на сверхпроводниках. При этом потери снижаются в два раза, с учетом даже приодельники, которые входят в состав электроэнергетики. Единственное, сейчас стоит в том, кто первый, как запустит массовое производство сверхпроводников в этой СП-2. Сейчас пока стоимость их высокая, но она снижается экспоненциально. По нашим расчетам мы можем выйти на уровень стоимости сверхпроводников, сопоставимые со стоимостью меди, где-то в ближайшие три года. Вот так примерно. Виктор Иванович, спасибо за содержательный доклад. Поскольку во вчерашнем дне был анонсирован выход Росат, возобновляемую энергетику, ветроэнергетику и рынок накопителей, то что мы этим занимаемся...